Готовы продолжить, все вроде бы подключились, звук всех включен, да? Итак, давайте сделаем так, чтобы сейчас снова войти в разговор, давайте попробуем какие-то вопросы. Если вы есть вопросы в зале, то вы поднимайте руку, я пока зачитаю эти вопросы, которые вот из онлайна, вроде бы как наиболее такие, наиболее интересные. Иван, из онлайна, с ником Иван, вопрос по теме. Угрожает ли револьвация юаня банковской системы Китая? Банковской, именно. Да, однозначно. Я думаю, это не главная проблема для банковской системы Китая. Для банковской системы Китая главная проблема – это плохие долги, а револьвация юаня, ухудшая положение заемщиков в банках, лишь опосредованно влияет на, вернее, револьвация юаня, ухудшая положение заемщиков в банках, лишь опосредованно влияет, утяжеляя положение банковской системы Китая. Но фактически она может стать тем триггером, который стал к ней отмененную банковскую систему в определенной проблеме. Может стать, может не стать. Обычно китайцы предпочитают спасать свою систему. Вот они это уже не раз делали. Вопрос в способностях и возможностях спасения. Сейчас банковская система разрослась слишком сильно. Объем выданных кредитов, по-моему, уже под 7 триллионов долларов. И это даже больше, чем в США. Банковский кредит. Ну и доселения тоже. Кто из кризиса, каждый руководит, кто как может. Россия сделали, слегка окунув ее мордой в грязь, дорогую нефть. Китай выползает за счет массированной кредитной накачки собственной экономики. Допустим, США и Европа, на мой взгляд, в частности, выползают за счет маятника хода валютных курсов. Давайте представим такую ситуацию. Я уж еще две минуты буквально. США и Европа, оба одинаково глубоко, словно говоря, в грязи. Обоим плохо, обоих кризис. Что делать? Допустим, есть некий относительно равновесный курс евро к доллару, который практически не влияет ни в чью пользу, ни в минус не играет. А курс национальной валюты – это инструмент, в принципе, которым надо работать. Как я уже говорил, на мой взгляд, ФРС и Европейский Центробанк работают в достаточно тесной связке, постоянно с друг с другом контачи. Соответственно, что делать? Вот есть курс, с которым надо работать, как я уже говорил. Предположим, сначала завышается курс евро. Завышается курс евро, Америки становится чуть полегче. Там начинается за счет роста и экспорта, и сокращения импорта экономический рост. Даже наметившийся экономический рост включает в себя много сторонних рычагов роста. Допустим, предприятия смотрят, что вроде пошло оживление, они начинают накапливать запасы. Это идет вторичный экономический рост. Получается инерционный механизм. Движение дальше. Америка более-менее воспряла. Можно посмотреть прошлый 2009 год. 30-го или 31-го октября приходят данные о том, что третий квартал вышел в плюс. США, ВВП вышел в плюс. Раз. Потом 4-го декабря приходят данные о том, что снижается уровень безработицы. И 4-го декабря стартует ралли по евро. Возможно, завершение которого мы видим сейчас. Чуть-чуть. То есть только начался экономический рост США, только он подтвердился не просто ростом ВВП, но и снижением безработицы. Тут же начала получать свою Европу за счет удешевления евро. Вот мы видим, евро удешевлялся, удешевлялся. Германия по сути сейчас в шоколаде, зато США начали свои проблемы. Так что если эта теория верна, что фактически США и Европа играют курсами для того, чтобы давать толчок то одной экономике, то другой, то с теми проблемами, которые мы сейчас видим в США, с новым спадом на жилищном рынке, с очередными проблемами с безработицей, с спадом производства пока небольшим, возможно мы действительно видим завершение ралли по евро, которое происходило последние 6 месяцев. Александр, у меня такой вопрос. А как вы привяжете то, что сейчас курс доллара по отношению к евро растет, и в любом случае цена на золото опять повышается, опять больше, чем тысяча ввести? А потому что не верят? Еще раз, пожалуйста, сформулируйте. То есть как связано рост доллара и рост золота? Да, да, да. Потому что золото, оно... Как связано рост доллара и рост золота? Ну, сейчас в принципе золото не коррелирует ни с ростом доллара, ни с падением доллара. Доллар, когда падал, золото росло, и когда доллар начал расти, золото чуть-чуть упало, и потом растет. А это характеризует уровень. 1,47 евро в доллар, тогда и было. Это характеризует уровень, в принципе, недоверия в финансовой системе. Вообще сейчас в системе есть много денег, но нет надежных активов. Кто-то считает золото надежным активом. Нет, золото слишком узкий рынок по объемам, чтобы туда могли все перейти. Этот рост отражает скорее настроение, чем реальную фундаментальную картину. Золото уже не станет мировой валютой никогда, не вернет себе эту роль, потому что, в принципе, золото сейчас функционально не сможет. А оно не станет активом, в которых можно переждать вот эти деньги? Слишком узкий рынок золота. Он слишком узкий, за счет этого слишком манипулируемый. Притом крупнейшие игроки на рынке золота – это центробанки. И плюс, по большому счету, золото – это такая же бумажка, как доллар. Это условность. Вот вопрос, извините, я вас приводил в том, что из интернета точно примерно такой же вопрос прозвучал. Владислав спрашивает, реально ли за 10 лет отойти от доллара в пользу других валют? Евро, рубль, юань может вернуться в золото? Как себе можно представить эту картину? Сейчас основная роль доллара – это мера стоимости. Если будут две валюты выступать мерой стоимости, как они смогут выступать мерой стоимости? Вы тогда проясните для слушателей, возможно, не все понимают, что имеется в виду под словом валюта, мера стоимости. Мера стоимости – это валюта, в которой определяются цены практически на все. На ресурсы, на то же золото, на какие-то товары, которые являются в принципе, в общем-то, в этой валюте определяются стоимости. Мы думаем, что можно, но не в ближайшей есть. Нет, просто я так понимаю, что для большинства людей непонятно, почему именно доллар, почему бы не взять и не перейти на тот же юань, как некую меру стоимости. Что удержит? А доллар чем подкрепляет? Давайте я отвечу. Те же сами золотыми запасы. Нет, давайте я отвечу. Давайте начнем с Максима. На самом деле, пока в Китае правит коммунистическая партия, юань никогда не будет. Ни одной даже из ведущих мировых валют. Максимум, что он может сделать, это серьезно потеснить йен. Почему? Потому что пока в Китае правит коммунистическая партия, капиталист Китая – это большой, пока удачный эксперимент. Что будет, когда этот эксперимент станет неудачным, а Китаю в любом случае придется пройти через тяжелейший кризис, который будет выправлять китайские дисбалансы, дисбалансы отношений Китая с остальным миром. Но вот, что там будет, неизвестно. Там вплоть до прихода марсидских фундаменталистов в классе, которые обрязывают, что все, ребята, эксперимент закончен, по причине того, что он провалился, кому нужна такая валюта. Пока в Китае не сменится правящая партия, или пока она сама себя не обзовет социалистическое, как во Франции, и не пройдет после этого еще лет 30, не будет юань мировой валюты. Не будет больше того. Пока Китай больше экспортирует, чем импортирует, не будет юань мировой валюты. Тогда нету альтернативы доллару, получается. В любом случае, в ближайшем 10-20 лет, нету альтернативы доллару, которые у Америка есть. Есть ли альтернативы валюте, которые выпускаются одной страной? Нет, это будет не доллар, пускай это будет не еда. Я понимаю, что, скажем так, какая-то валюта неконтролируемая одна страна. Нет, имеется в виду, что золотом, а не рилом всего будет одна какая-то валюта, которая будет конвалироваться не одной страной, как в случае... Корзина валют, грубо говоря. Как вот евро, пожалуйста, не менее. Это конвалируется одной страной. Ну, и... Германия называются... Германия. Германия. По-настоящему... Это Евросоюз, мы можем чем угодно назвать, но реально оно одной же страной. Нет, это... Двумя как раз. Ну, вот мы видели сейчас эксперимент с евро, когда контролируется не одной страной. Нет, контролируется важно и одной, а влияет несколько стран. Да, когда влияет несколько стран. Колхоз, он редко приводит к чему-то хорошему в таких решениях, потому что слишком часто сталкиваются интересы. И победит в этих разбирательствах всегда тот, у кого, скажем, больше возможностей, больше инструментов влияния. И поэтому именно... Это отчасти проблема евро. За ней не стоит какого-то единого консолидированного механизма. В принципе. Нет его. В первую очередь налогового. Налогового? Не только налогового. В первую очередь. Ну, фискального, да. Вот тут такой поправочный вопрос из чата. Услушатели, не знаю, как правильно прочитать его ник. Упс, наверное. Какие валюты вы считаете мировыми в данный момент? Доллар. Все, больше нету мировых валют. Если мы говорим о валюте, которая... Как мировой валюты. Или мировой валюты. Нет, как мировой валюты. Евро является мировой валютой, нет? Нет. Региональной, да. Максим, а вы? Я считаю, что является евро, и все равно роль его будет возрастать. Роль доллара будет убывать. К сожалению, ни юаня, ни рубля это никак не поможет. За счет чего будет возрастать роль евро? Именно за счет того, что США в итоге будут переходить к экспортно-ориентированной. Они пока это объявили, к этому можно, к словам Обамы, относиться сугубо как к словам. Но, тем не менее, они будут переходить к экспортно-ориентированной модели. За счет этого доллар будет терять свою роль как мировой, в первую очередь, торговой валюты. Долларов будет во вне США меньше. Кто-то должен заменять. Будет вытеснять постепенно доллар-евро, как... Я закончу. Как в свое время фунт стерлингов в виде мировой валюты, несмотря на огромность Британской империи, был вытеснен тем же долларом? Не, ну тут, я думаю, не надо путать мечту Обамы с реальностью. США при нынешних объемах американской экономики, она не станет экспортно-ориентированной, но в ближайшие десятилетия точно. Не будет в мире такого спроса, который способен потреблять... Ну, вообще, не будет в мире такого потребителя, который способен обеспечить экспортную рентацию США. Егор, по большому счету, ни в Европе, ни в США потребителей уже нет. У них проблема в том, что у них уже все есть. Притом в избыточных количествах. Никто просто не называет того, что мы имеем кризис перепроизводства. Как в 29-м году? Все, что у людей могло быть, у них уже есть. Домов на 18 миллионов больше, чем надо только в США. В развитых странах. В развитых странах, да. Я имею в виду ЕС и США. Автомобили, ну практически по автомобилю на каждого взрослого. Телевизоры и все остальное есть. Только когда появится там 6-й технологический переход, там появится что-то новое, каждому свой космический корабль, условно говоря, или хотя бы 3D-телевизор, ну да, будет что покупать этим людям. А пока, пока у всех все есть и каких-то таких в большом количестве разнообразных технических новинок нету, которые люди будут покупать именно потому, что это новинки, ну вот, остается только продавать свою продукцию в Китае. Больше Китай не сможет потребить столько продукции. А вам кажется, что кризис произошел из-за того, что Америка насмещала свой рынок потребительский, вот именно, и за счет этого лопнула вот этот вот, Морган Стэнли, все вот эти, или... Нет, лопнула не за счет этого кризиса... Егор, повторяй, пожалуйста, вопрос, иначе те, кто нас слушает в онлайне, не понимают, о чем у вас диспуты. И я почему хочу спросить, я хотел спросить вот... Противый вопрос. Сам кризис начался из-за того, что... Сам кризис, кризис общей мировой, начался из-за того, что Америка увеличивала свой внутренний спрос за счет кризиса... Вопрос в том, не из-за того ли начался кризис... Это вы утверждаете? Это не вопрос уже, это утверждение, да? Да, это не вопрос. А, тогда мы дальше не обсуждаем. Давайте тогда вопросы. Вот Эдинборг спрашивает, если возможен вот новый североамериканский валюта вместо доллара, как это может повлиять на мировую экономику? То есть, вот представьте себе, что вдруг некая будет североамериканская валюта, которая, как вот предполагали, объединяет США, Канаду, Мексику. Я думаю, что невозможен такой вариант, в принципе. Нет, мы считаем, что он возможен. Теоретически, да, он произошел. Теоретически, да, он произошел, да. Сразу непонятно, что делать с этой валютой. У Канады своя экономическая политика, достаточно отличная США, у Мексики своя. Фактически на доллар перекинется эффект Европы. Притом, если эффект Европы уже будет ясен и понятен, то что там будет, непонятно. Значит, евро будет дорожать. Если будет евро. Ну, согласен. Доллар будет падать в любом случае. Почему? К чему он будет падать? А тогда не будет доллара. Тут же вопрос стоит так, что если введут валюту вместо доллара, это все, я так понимаю, из области разговоров об Амера и так далее. Нет, это все из области хотелок. Очень многим хотелось бы, чтобы с этим долларом что-нибудь произошло бы. И считается, что если с долларом что-нибудь произойдет плохое, то у нас будет хорошо. У нас хорошо не будет. У нас будет еще хуже, чем там. У нас хорошо будет только в том случае, если нефть опять будет 150 долларов. Для этого нужно, чтобы у всех все было хорошо. Для этого нужно, чтобы внутренний рынок Америки опять вырос, как и... Она будет расти в ближайшие годы. Ну, у них вообще не то, что... Вот раньше, в 29-м году был кризис перепроизводства. Допустим, мы производили 100 миллионов там сапог. За 10 лет они сносятся, на 11-й год пойдет рост. А у нас проблема в том, что по сути, по сути, американская, европейская, ну, европейская в большем мире, американская экономика на сапоге практически не производит. Она производит автомобили, 10 лет, которым они раз в 9 лет их меняют, ну вот, и дома. Перепроизводство, вся экономика встала. Еще боинги. Ну, боинги, да. Все, у них кризис, даже тоже нельзя сказать, что это кризис перепроизводства. Это кризис остановки производства. Потому что дом, это надолго. Автомобиль, да, он где-то там сменится. Но вот основной проблем дом, это все. Ты в нем будешь жить 50 лет, и пока есть перепроизводство домов... В Америке сейчас около 14 миллионов, да, домов пустует. 18,5 миллионов, это твоя собственная цифра. Да, 18,5 миллионов. 14% от общего объема домов, они пустуют. То есть им где-то при текущем приросте населения, учитывая, что допуская, что все, кто там прирастает, все, которые выступают в взрослую жизнь, тут же побегут покупать дома, им дадут ипотеку, безработные, там огромная безработка среди молодежи, за 10 лет оно разойдется. Но, естественно, там не требуется 10 лет, там требуется, чтобы оно к какому-то уровню вернулось. Нет, но есть еще, скажем, процесс ухода домов с рынка, потому что срок службы американского дома не очень большой. Как раз по поводу безработицы среди молодежи, организовывая новые очаги военные, вот Афганистан, Иран, Иран, они точно начнут бомбить. Если они начнут бомбить, тогда цена на нефть опять увеличится. Давайте вернемся в 2008 год, в мае 2008 года. По-моему, то ли в конце мая, то ли в начале июня нефть перешагнула 120 долларов за баррель. С этого момента, когда она перешагнула, американский фондовый рынок четко стал коррелировать с нефтью. Нефть растет, настолько же рынок падает. Четко, ежедневная была корреляция. Наоборот, отрицательная корреляция. Да, отрицательная корреляция, но тем не менее. Нефть выросла, рынок упал. Это значит, что рынок внутри себя понял, что 120 долларов – это предел для той американской экономики, которая на себе минимально может позволить. После 120 долларов идет чистый минус уже. Сейчас с экономикой США далеко не такое состояние у нее, как было два года назад. Она в состоянии значительно более худшее. Мы это сейчас видим. Потому что тогда кризис – это был второй квартал, а кризис начался в третьем. Соответственно, сейчас эта планка еще ниже 120 долларов. Может 80 долларов, может 90 долларов. Вряд ли выше сотни. Поэтому я думаю, что они просто не допустят выше роста. Это вы так думаете, что не допустят? Тогда, когда было 120, тоже думали, что не допустят. Правда, они могут вообще не допустить. Вот вы часто говорите, что они не допустят. Если вы не постоянно увидите, вы кислород на него. А он не увеличивается. Хотя бы у того же самого Китая. У того же самого Китая. Давайте уничтожим барс до обмонсации, и нефть упадет в два раза. Все. Нет, давайте так. Нефть, во-первых, сейчас это актив. Это не только товар, это актив. Учитывая то, что это актив, в нем существует определенная спекулятивная позиция. Инвестиционная позиция. Нефть не повлияла до того, что вот в этом Мексиканском заливе сейчас происходит. Ну. Она только увеличила, наоборот. Наоборот, она и должна была вырасти. Она должна была вырасти. Она должна была вырасти, если бы такое, как в Мексиканском заливе произошло в 2008 году. Думаю, вы повидели 200 долларов за баррель. Да, это когда вот в Мексиканском заливе все равно. Помните, в Кривейке они разливали нефть нефть и Ирак. Ирак, вернее. Саддам Кусейн разливали. А сейчас она почти не отреагировала на это. О чем это говорит? О том, что спроса реально... Ну, реального спроса не так много. Нет, это неадекватная цена, потому что эта цена угнетает американскую, европейскую промышленность, которая вынуждена существовать в ситуации дефляции и жесткой конкуренции. То есть у них цены понижаются, а себестоимость растет. За счет этой цены. Все, что я могу сказать, почему это происходит... А. Товарищу Обаме ввиду будущих выборов надо постараться перетянуть себе ВПК и стандартных спонсоров, поддерживающих республиканцев, ВПК и нефтянку, хотя бы часть. Б. Это не способ поддержать в первую очередь Россию и страны ОПЕК. Потому что заваруха в ядерной стране России никому не нужна. Если бы у нас не было ядерного оружия, всем бы было на нас наплевать. Абсолютно. 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 Падали в 98-м году, как в 90-х падали, тоже все время было ядерное оружие. И тут же и тут же у нас вытягивали. В 98-м году, в 2000-м пошло все в рост. И если бы у нас не было ядерного оружия, тут бы не было уже Российской Федерации. Были бы отдельные регионы, которые... Давайте, давайте, был прывок, политический митинг у нас сгорается. Давайте немножко вопросы. Опять же, к вопросу о валютах, вот слушатель Светлана спрашивает, скажите, обсуждаем мы ранее правительствами Азии, ну азиатскими странами, видимо и Россией, возможность создания единой валюты для хождения на азиатском рынке. Вот такой валюты есть перспективы? Я думаю, посмотрев на евро, эта перспектива отодвинется очень далеко. Ну, давайте посмотрим так. На 2010-й год было назначено введение единой валюты стран Персидского залива, полициями и всем странам. Вот как раз неделю назад, посмотрев на судьбу евро, они его перенесли на 2015-й год. Думаю, это достаточно адекватный ответ. Я так понимаю, для того, чтобы ввести единую валюту в Донецкой Светлана, это должна быть единая судебная система, единое налогообложение, единый пенсионный, единый... Ну, грубо говоря, это должна быть единая финансовая система. Это все эти ошибки, которые допустила Европа, и которые сейчас арабы увидели, посмотрев на это. У них нет единой валюты. Нет, у них нет. У нас судьбы недавно прокачивая зона евро будет расширяться или нет? Вопрос будет ли расширяться зона евро? Ну, Эстонию примут зона евро. Давайте посмотрим, как... Польша пока не торопится, насколько я вижу, в зоне евро. Президентские выборы сейчас были, и Качинский не пытался, но Качинский поговорил, что это является... Ну, это все больше политика, чем... Польша сейчас лучше всех себя чувствует в Европе. В принципе, экономика Польши, в ней даже не было как такового провала лавового продукта. Нет, падения лавового Польши не было. Они девальвировали злоты, после чего вся Прибалтика поехала скупаться в Польшу, и польская экономика на фоне всей остальной Европы чувствует себя великолепно. Зачем возникает вопрос? А Прибалтика чувствует себя хуже всех в Европе? Зачем? Зачем им сейчас евро? Конечно, если в Европе пойдут такие интеграционные процессы, реальные, не на словах, не на бумаге, а реальные интеграционные процессы, если пойдет формироваться единая фискальная система, а если пойдет формироваться единая монетарная система, ее нет сейчас все-таки. Если такие процессы пойдут, то зона евро будет расширяться. Я бы еще что сказал, что в принципе расширение зоны евро начинается с расширения ЕС, собственно говоря, принятия новых членов. Это первый шаг, на большом счете. Пока этот процесс остановится. Как расширяется ЕС? Это можно посмотреть на примере расширения ЕС на восток, допустим. Сначала туда приходят европейские банки, которые кредитуют данную страну. Я не имею в виду госбюджет, я имею в виду экономику. Когда они кредитуют экономику данной страны в достаточно большом объеме, когда туда инвестированы или прокредитованы на десятки миллиардов евро, люди в Европе начинают чесаться и думать, а у них же там другая правовая система. Надо нашим кредитным инвестициям дать правовые гарантии. Как дать правовые гарантии? Включить их в нашу единую, более-менее, хоть какую-то общую систему. И дальше делается предложение о вступлении в ЕС. Дальше уже следует за этим прием еврозону, неприем. Вот пусть не хочет и не надо. Или Британия со своим фунтом. Но первое, я вот изучал это, когда сначала приходят банки, массово кредитуют, с ними приходят инвесторы, которые вкладывают, а потом, когда все уже туда масса европейских денег вошла, туда приходит ЕС, потому что деваться ему некуда. Потому что надо, нужны гарантии. А гарантии – это включение данной страны заемщика в состав ЕС. Не, ну сейчас частично это все решено страховкой по кредиту, поэтому здесь вряд ли. Украине западные банки огромное количество кредитов выдали, и как бы без всякой перспективы вступления в ЕС на ближайшие 10-15 лет, я имею в виду до кризисный период, ни о каком вступлении ЕС пришло. По большому счету, даже Украина не сильно отличается от Украины. Там население поменьше, нищета примерно такая же, вы меня извините. Но тем не менее, вполне вероятно, что до нынешнего кризиса рассматривались и вопросы приема где-то на уровне, уже не теоретическом, а более-менее практическом, той же Украины в ЕС. Не думаю. Давайте я вам задам проакционный вопрос, который, наверное, всех бодрит очень сильно. Вот из чата Сергей, он, правда, его как риторический задал, но я вам задам как прямой. За что убили Саддама? Гробовое молчание. Почему? Саддама же не в Гааге. Нет, его повесили в Ираке. В Ираке его повесили. В Ираке, в Ираке. В Гааге, это уже ближе к Югославии пошел вопрос. Что бы не вернулся? Не, ну давайте нашим гостям спросил. На данном этапе такая тенденция происходит, что Африка становится для Европы тем же самым, чем вот эти 20 последних лет Китай был для Америки. То есть перевод вот этих всех производственных мощностей в Китай. Давайте сначала с Саддама. Можно я закончу вот этот вопрос? Хорошо, давайте. Хорошо? С чего началась династия Романовых? Династия Романовых началась с того, что повесили 4-летнего сына Марии Миши. Для чего его повесили? В общем-то ребенка повесили, достаточно зверский акт был. Даже по тем временам это было достаточно зверско. Для того, чтобы не продолжалась гражданская война. Чтобы сторонникам, или точнее противникам Романовых не на кого было уповать. Чтобы отнять у них знамя. Для этого убили Саддама, убили его сыновей. Все, нет Саддама и его сыновей. Ситуация глобально другая. Я несколько проще на это смотрю. Я смотрю с позиции финансовых интересов. Основные спонсоры республиканцев и Буша это военные и нефтяники. Собственно, за правление Буша, кто больше всех заработал денег? Военные и нефтяники. Из этого можно сделать вывод, что США пришли в воду. Нормально. С английскими ценами для нефтя, а за высокими. Да. Абсолютно. Здесь. Вопрос. Страшный сон, так сказать. Да. Сейчас дефляция как бы там. Яло-текущая. Яло-текущая. Ставирующая, да? Не будет ли ответа на эту дефляцию, ответ регуляторов там, еще более активное включение станков печатных? Центрального банка, европейского, федеральной резервной системы. Новые лимиты какие-нибудь на МБС нарисуют. Снова начнут покупать, да? То есть, ситуация с 72-го года с нефтяным шоком, золотым шоком, горятость. Теоретически, возможно, у меня... Давайте я для онлайн-служащих повторюсь. Вот сейчас в ситуации, когда в экономике, я так понимаю, вы про Европу и США говорили, да, мировая дефляция, несмотря на то, что, в общем-то, денежный станок все равно включен и достаточно хорошо включен, да? Не будет ли еще больше... Да, вы считаете, что слабовано? Вернее, не слабовано. Что можно еще больше. К чему это приведет? Не будет ли повторения нефтяного шока 70-х годов? Ну и золотого шока тоже, да? Да, он тоже 70-х годов. Которые уже не оплачивают ни кредиты, ни проценты ипотечные по ним. Тем не менее, они живут в своих домах, их не выгоняют, они продолжают это делать. Банки закрывают на это глаза. Что такое 5,5 миллионов жилых домов по ценам предкризисных? Это где-то триллион, триллион двести миллиардов долларов. Это как раз сумма выкупа МБС. Это та сумма МБС, которая более выкуплена ФРС у банков. То есть фактически ФРС закрыла банкам вот эту дыру, и они не выгоняют людей из домов. ФРС покупала не просроченные МБС, она выкупала, поддерживала рынок в целом. Вот в этом вся суть. Они пытаются... Но мы не знаем качество их портфеля. Если бы они выкупали именно эти просроченные, было бы легче. Им не надо выкупать именно эти. Им достаточно закрыть людям дыру в балансе. Они банкам закрыли в принципе дыру в балансе. Не, в этом есть своя суть. Хотя вполне верно, что они покупали в том числе и просроченные тоже. То есть там за год они вполне могли разобраться, где плохое, где хорошее, отделить зерна от плевел. Но они просто закрывали людям дыру в балансе. Ну они говорят, что у них плохих около 5%. Я помню. Сколько реально, никто не знает. Я свою мысль закончу про МБС. Так вот, на мой взгляд, если эта идея верна, что они просто посредством этого выкупа, ФРС помогла людям остаться в своих домах, 5 миллионов, то следующий этап выкупа ипотечных бумаг может случиться тогда, когда количество таких людей, которые они платят по своему ипотечным кредитам, вырастет до 8 миллионов. До достаточно серьезной суммы. Тогда они снова запустят программу закрыть очередной огромный дыры в баланс. Вот и все. Это может произойти в течение этого года. Может вообще не произойти. А есть альтернатива? А есть альтернатива? В 1972 году ее тоже не было. Ну, ее не было. Нет, я говорю, возможно ли повторение событий 1972 года? Теоретически возможно, но в данной ситуации потери будут совершенно другие, чем в 1972 году. Сейчас такие процессы приведут к намного более сильной инфляции. Все это прекрасно понимают. Не, ну как, ну и что? Это огромные потери. Это можно сделать, да, но если наступит такой момент, когда все уже больше, в принципе, терять нечего. Вы говорите, вы рассуждаете с точки зрения какого-то там управления, да? Я считаю, что экономические процессы, они в принципе слабо управляют. В принципе слабо управляют. Ну, да. Они неоднозначные управляют. С его интервенциями, это бесполезно. Но инфляция начнется в каком случае? Когда начнут сбрасывать американские активы? Правильно, когда начнут сбрасывать американские активы. И куда перекладываться? Комодов? Куда еще? Комодов мало слишком. Ну как мало? Ну мало, мало. Слишком мало. Это все узкий очень рынок. Рынок ресурсов, он по сравнению с рынком долгов, он ничто. Это только зависит от роста цен. Ну правильно, это зависит от роста. Причем, что и будут потреблять меньше, чем сейчас. Да, но все же понимают, что перекидывать, это значит провоцировать и дальше инфляцию. Мы же четко понимаем, какие процессы происходят. Они просто обесценятся. Все эти, грубо говоря, накопления, они просто обесценятся. Кому это выгодно? Это не выгодно. Нет, это не выгодно. В 98-й год в России этот фонд был никому не выгоден, но он не случится. Ну это была... В объективной реальности то же самое. Не, ну в России ситуация была совершенно другая. Там бесполезно искать выгоду. Это так то же самое, как искать выгоду, вот идет дождь. Кому-то выгодно, а кому-то и не выгодно. Это понятно. То есть сам процесс, он может произойти, но он произойдет только в самом крайнем случае. Да, если других вариантов в принципе не будет. И вопрос в том, что... Потому что он разрушит полностью, в общем-то, сложившуюся мировую финансовую систему. Может быть, она должна быть разрушена? Может быть. Может быть. Но пока это никому не выгодно тоже. Близкая перспектива. Я не думаю, что это близкая перспектива. Сейчас я задам. Светлана опять... Да, давайте тогда. Тогда вы, да. Про 5 миллионов человек, которые живут в своих квартирах, как они угоняют, как это все важно? То же самое в Великобритании происходит. Еще раз. 5 миллионов человек живут в своей квартирах, я, наверное, прослушал. Это Максимович. В домах. То есть люди просрочили уже ипотечные кредиты, не оплачивают ни тела долга, ни процентов, но тем не менее банки не спешат их выгнать. А в чем вопрос? Почему тогда... Ну, русского человека, мне кажется, логично предположить, почему тогда эти 5 миллионов человек не превратились в 50 миллионов человек? Ну, потому что остальные еще платят. А зачем платить? А вот это как раз интересный вопрос. Почему? Американцы, они достаточно рациональны, и поскольку, допустим, там 5%, даже больше, там 10% всех домовладельцев могут себе позволить не платить, остальные на это смотрят, то да, процесс может развиваться сугубо вот по этой логике. Если мой сосед наплевал и не платит, почему это должен сделать я? Здесь есть некоторый останавливающий фактор. В общем-то, все эти дома находятся практически под процедурой дефолта. Просто банкам невыгодно их ставить себе на баланс. Это раз, потому что они сразу ухудшают свой баланс. И, естественно, в таком вот висячем положении, я сейчас не помню точно, у меня есть где-то цифры, на какую сумму, но огромное количество домов находится в положении между. Они вроде бы и уже банки должны, ну, банки их должны забрать, а вроде бы они еще и никто не забирает. Банки за них налоги будут платить. Вопрос в том, что даже если они их заберут, и мне нечего с ними будет что-то делать, а так, в какой перспективе долгосрочной хотя бы что-то за эти дома получат? Суть не в том, банки бы забрали, но у банков очень резко ухудшится баланс. Им это не нужно. Они в любом случае страховку ради не получат? Нет. Какой они страховку получат? Ну, а там государство? Там же не все дома под госгарантиями, не все кредиты под госгарантиями, совсем не все кредиты. Под госгарантиями где-то половина ипотечных долгов. Почему? Чуть больше. Сейчас больше, потому что сейчас последний год шел активный переток из кредитов, которые гарантированы, вернее, из кредитов, которые не гарантированы государственными агентствами, кредиты, которые гарантированы. Потому что сейчас рынок вот ипотечных бумаг МБС, которые не гарантированы правительством, он работает только в одном направлении на погашение там нету новых размещений вообще есть суммы где-то в районе 1 2 миллиардов в месяц смешные цифры рынок работает только на погашение вопрос из чата немного в другую совсем сторону иван спрашивает какие последствия для финансовой системы возникнут если сша все-таки начнет бомбардировку ирана как изменится цена на основные активы золото нефть евро вы вообще как считаете начнут американцев войну в иран я не думаю что это может начаться в ближайшей перспективе нет смысла да ну как кому кому американцам они точно ничем не угрожают потребителем так нет и так и газа тем более сравнивать иран и ирак это совсем этот этот процесс может произойти только в одном случае самом деле комиссии действительно будет необходима дестабилизация всего этого региона ближневосточного тут еще большой вопрос кого-нибудь но тут это все такие сценарии из несколько несколько фантастические я не думаю что сейчас стоит об этом говорить не та ситуация что чтобы такие процессы запускать и провоцировать скажем такое раскручивание рисков в принципе в системе как вы оцениваете перспективу вот этого региона как африка опять же в плане того что дешевая рабочая сила дешевая земля дешевый ресурс и нет амбиций заменить китай африка я я для для тех кто в онлайн еще раз продублирую вопрос как вы как вы относитесь к тому что африка может стать для европы тем чем китай стал для соединенных штатов как некая площадка дешевой рабочей силы больших ресурсов да не нужен единый панафриканский процесс потому что слишком раздроблено но вот чем китай интересен тем что это огромная территория огромные трудовые массы объединенные под единые юрисдикции единые правила игры в африке этого нету больше того в африке очень среди большого количества государств очень жесткое столкновение интересов но там множество тлеющих и периодически сгорающихся конфликтов том числе там не только на межнациональной почве ну вот они так выкачиваются нужен прямой контроль за природными ресурсами не нужен они так оттуда все выкачивать если бы нужен был прямой контроль да нету там уже никакого леса если говорить о всем регионе африка нет один там нету крупных там нету стран которые были бы кроме нигири пожалуй серьезным населением я про это и говорю что даже в таких странах там нету власти ну по единый панафриканский процесс нужен но как только у нас ведь появится единый панафриканский процесс который мама когда все сколько лет пытается инициировать у них сразу появятся амбиции да в принципе к чему пришел китай хорош был бы китай без амбиции всех бы устраивало все равно это бы привело к проблемам но не к таким которые есть интересный вопрос из сети как вы думаете что если в 2050 году россия объединится с китаем что произойдет в мире в том числе с валютами давайте задуматься что произошло с россией так что я думаю рассматривать это не имеет смысла потому что даже самое плохое российское правительство прекрасно понимать что не будет него не россия в этом случае не будет очень быстро даже страшном сне да такое объединение выглядит экспансия на дальнем востоке идет давайте посмотрим опять же на всю ситуацию за последние десяти лет